Олимпийские игры Которые поддерживают их из городов и деревень по всему миру Анджелина Надая Лахалит бежала от войны в Южном Судане, когда ей было 6 лет И с тех пор не видела своих родителей В Токио она будет бороться за золото в беге на 1500 метров Я думаю, что она образец для подражания Она меня очень вдохновляет Если бы я была молода, я бы определенно любила спорт Я продолжаю поощрять своих детей, уважать Анджелину Чтобы они могли путешествовать и видеть мир, как она Паула Аматун также бежала от войны в Южном Судане со своей сестрой Региной Которая сказала следующее своему брату перед играми в Токио Я молюсь, чтобы ты выиграл какую-нибудь медаль во время марафона Я буду так счастлива Я хочу поддержать тебя и буду молиться, чтобы Бог привел тебя к победе Папа Франциск часто говорил о спорте как о способе собраться и преодолеть трудности И эти спортсмены столкнулись со многими трудностями в своей жизни Кроме того, спорт развивает истинные ценности Спорт ставит перед нами задачу, которой мы и не только спортсмены призваны Принять трудности и жертвы, необходимые для достижения важных целей в жизни А также принять свои ограничения, не будучи парализованными ими И в конечном итоге преодолеть их Олимпийская команда беженцев ставит стойкость и силу беженцев во главу угла На самой большой мировой арене Во время этой Олимпиады в Токио эти спортсмены впервые соревнуются за то Чтобы вывести беженца на Олимпийский педестал Пять лет назад в Кракове открылся Всемирный день молодежи Летом 2016 года более полутора миллиона молодых людей приехали в Польшу Чтобы увидеть Папу Франциска и подумать о том, как жить по своей вере В своем первом обращении к верующим Святейший Отец призвал молодых людей мечтать О больших успехах и искать ответ на свои проблемы у Иисуса Есть ответ, который нельзя продать Ответ, который нельзя купить Это не вещь, это не объект Это человек и он живой Его зовут Иисус Христос Аплодисменты Господу Одним из самых запоминающихся моментов поездки Святейшего Отца стало его посещение лагеря смерти Освенцим Там он молча молился за всех жертв и ненависти в келье Где пытали святого Максимилиана Кольбе Присутствие святого Папы Иоанна Павла II в его родном городе Кракове ощущалось во всем Папа Франциск отслужил мессу со священниками и верующими в церкви, построенной в его память Святейший Отец также посетил храм святой Фаустины Ковальской Где объяснил глубину Божьей милости и сказал, что любовь Иисуса безусловна Давайте никогда не отворачиваться от Иисуса Даже если мы думаем, что наши грехи и наши ошибки самые худшие Он предпочитает знать нас такими, какие мы есть Поэтому его милость изливается на нас Одним из самых значительных событий стало собрание на закате на окраине города Где Папа произнес одну из самых ярких речей своей поездки Мы пришли в этот мир не для того, чтобы расслабляться Превращая нашу жизнь в прозябание на удобном диване, на котором можно заснуть Нет, мы пришли по другой причине, чтобы оставить след Очень грустно идти по жизни, не оставив следа Сотни тысяч молодых людей разбили лагерь, чтобы подготовиться к заключительной воскресной мессе На которой Папа Франциск призвал их мечтать о большем Не позволяйте своей душе оцепенеть Но стремитесь к цели прекрасной любви, которая также требует жертв Скажите твердое «нет» наркотику успеха любой ценой И успокоительному средству беспокойства только о себе и собственном комфорте Всемирный день молодежи в Кракове был последним, проведенным в Европе Следующий прошел в Панаме в 2019 году А после этого Всемирный день молодежи запланирован на лето 2023 года в Лиссабоне, Португалия Если позволит пандемия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok